Областной слет поисковых отрядов и патриотических объединений «Поиски, находки, открытия» стартовал в Южно-Сахалинске. В нем участвуют 10 школьных команд из 9 районов. Три дня юные добровольцы будут рассказывать о своей деятельности и набираться опыта. Подробности у Дмитрия Зелинского. Поисковые отряды приехали на слет из разных сахалинских городов и сел. 60 ребят из Анор, Башнякова, Взморья, Ахи, Невельска, Холмска, Корсакова и Паранайска объединяет общая цель – сохранение памяти о подвигах предков. Гимназисты из областного центра специализируются на русско-японской войне 1905 года. Мы будем рассказывать про Павчинский крест и как он был у дружинников. А что такое Павчинский крест, расскажи. Это крест, который носили Павчинские дружины, как элемент формы. Они делали его из меди, вытачивали из монет. В первый день юные поисковики знакомились и представляли проекты. Школьники приготовили рассказы об уникальных экспонатах своих музеев. У ребят из села Башняково это фотография земляка, который погиб в 1949 году, восстанавливая японский энергопоезд. Синдерович Гдалей Абрамович. Мы в свое время, в 80-е годы, получили письмо 325-го минометного гвардейского полка города Москвы. Я еще только закончила школу в то время. И к нам обратились, чтобы ухаживать за могилкой данного человека, который прошел всю войну, награжден орденами и медалями. И погиб при таких нелепых, скажем, неожиданных обстоятельствах в 35 лет. Раньше слет проходил в полевом лагере в Смирныховском районе. Там участники вели поиск на местах боев с японцами. После переезда в областной центр, говорят организаторы, они сохранили все испытания. Ребята будут соревноваться в знании истории Великой Отечественной и краеведении. Изучат тактическую медицину и пройдут целый день в Музее Победа. Также у нас в этом году вновь появились поисковые работы, то есть в районе эридрома Пушистого, там где был разбит самолет. И в прошлом году мы совместно с региональным отделением поискового движения устанавливали табличку погибшему летчику. Ребята будут отрабатывать навыки поисковой работы именно в полевых условиях. Итоги мероприятия подведут в пятницу. Тогда же состоится награждение победителей конкурсов и викторин. Дмитрий Зелинский, Александр Тютюников, Антон Пестов, Солнце ТВ.